Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антон Эс, и на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. Дорогие мои сплетники, кто не знает, у меня есть мой основной канал, и сегодня на нем вышло гадание на картах Таро. У меня там выходит только гадание на Таро. Каждую субботу новое видео, и сегодня мы гадали на Диму Билана. По этой ссылке можете пройти и посмотреть его здоровье, его абсолютно чернушные пристрастия, его связи, его жизнь, которую он очень тщательно скрывает. Мы попытались с моей любимой мамой прогнозировать с помощью карт Таро, поэтому кто пропустил, обязательно переходите. Ссылочка будет в закрепленных комментариях в описании к этому ролику, а также вчера, в пятницу, вышло вот это вот видео. По этой ссылке можете пройти и посмотреть на моем четвертом YouTube-канале. Просто радость для олдфагов, тех, кто подписан был на меня еще 6 лет назад. Парики, макияжики, ах, вы только посмотрите, как я 12 часов ходил по заводам, по столовам, пытался посмотреть, насколько хорошо и долго макияж будет держаться. Смотрите отрывочек. Да, дорогие мои, это видео у меня вышло в четвертом YouTube-канале, обязательно подписывайтесь туда, там у меня видео выходит каждую пятницу. И в эту пятницу готовлю, а тоже что-то очень интересненькое. Ну и конечно, дорогие мои, ребят, вчера меня просто шокировала ситуация, когда у меня два видео, дорогие мои, получили предупреждение. Не предупреждение, а значит цитата от YouTube, то есть от Google мне высылает сообщение. Здравствуйте, компания YouTube получила уведомление от Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций Роскомнадзор о том, что ниже указаны материалы нарушают Федеральный закон Российской Федерации номер 149 ФЗ об информации, информационных технологиях и о защите информации. Значит, Роскомнадзор добавил следующий адрес. В запрещенный список материалов для получения дополнительной информации можете посетить следующий сайт. Если вы не удалите контент, компания Google может быть вынуждена заблокировать контент, я так понимаю, на территории Российской Федерации. Речь идет о двух моих видео. Первое видео, вот это вот, 6 лет назад. Это видео мое, пьяные монологи, часть вторая, влог, 6 лет назад, 48 тысяч просмотров. Второе видео у меня вышло, вот это, 4 года назад, на моем основном канале. Моя жизнь, моя ориентация, мои мужики, каминг аут, мое видео каминг аут, 781 тысяча просмотров. И сегодня, дорогие мои, Роскомнадзор буквально 5 минут назад, до начала записи этого самого видео, выпускает не предупреждение об удалении или потенциальной блокировке моего контента на территории Российской Федерации. Разбираем московскую гей-тусовку на канале Собчак. Видео вот это вот, это уже на канале Сплетен, вышло оно 3 года назад, 339 тысяч просмотров. Как я задался вопросом в моем вчерашнем влоге, значит, пьяные монологи Антона С. Роскомнадзора рекомендуют немедленно удалить, а пьяные бредни Медведева мы чуть ли не цитируем на федеральных новостях. Это немножко в этой же истории. То есть, когда вот это вот чучело выкладывает свои видео регулярно, находясь в Российской Федерации, это нормально. То есть, на Житковского, за которым стоят какие-то серьезные дядечки, да, мы тоже закрываем глаза, Роскомнадзор не видит там никакую гей-пропаганду. У меня вся идет тематика гей-пропаганды, гей-тусовка, мой каминг-аут, мои пьяные монологи, где я в парике, где я с размазанными красной помадой губами. То есть, это Роскомнадзор считает пропагандой ЛГБТ-ценностей и считает, что это идет в разрез с российскими законами о семейных ценностях. Когда, повторюсь, вот этого чучела снимают нон-стопом. Ну, ребят, мне плевать, какой ориентации Житковский, вы видите, как это чучело самое выглядит. У меня здесь вопрос, то есть, вместо того, чтобы деньги налогоплательщиков шли на, я не знаю, образование, на устройство туалетов, я не сказал, сколько там, 30% России ходят в дырку в земле, чтобы деньги шли на медицину, деньги шли на поддержку неимущих и пенсионеров, туда у нас деньги не идут. У нас идут деньги на просмотр сотен тысяч видосиков на ютубчике, и если какой-то видосик, а каждый мой второй видосик является гей-пропагандой в глазах Российской Федерации, в глазах российского законодательства, да? Вот здесь мы высылаем предупреждение Ютубу, чтобы он удалил контент блогера, который не живет в России, который не является гражданином России, который не живет под юрисдикцией российского законодательства. То есть, вы серьезно, ребят, вы занимаетесь вот подобной вот на ютуб, да? Знаете, у меня очень легитимный и логичный вопрос сейчас возник в моей голове. То есть, вы понимаете, да, Роскомнадзор очевидно знает, ну кто это, Мизулина там сидит, да, Лига Безопасного Интернета. То есть, у меня здесь вопрос, вернее, мои умозаключения. Они, скорее всего, знают, 100% они знают, что я не гражданин Российской Федерации, что я не живу и не подчиняюсь законам Российской Федерации. Мой контент выходит на площадки, которая находится база в Соединенных Штатах, это американская площадка под названием Ютуб, и не имеет никакого отношения к российскому законодательству, и сейчас Ютуб, в принципе, ушел с Российской Федерации. И вы знаете, у меня такой вопрос, мои мысли. То есть, сейчас, я так полагаю, и Андрей Петров, и все вот эти вот русскоязычные влогеры, которые сидят с макияжем, таких достаточно, на самом деле, и пропагандируют ЛГБТ-ценности, им, скорее всего, сейчас будут вот эти вот запросы об удалении их контента. Конечно, Ютуб это ничего не удалит, потому что это идет в разрез не просто с правильными человеческими ценностями, не просто с уважением к самовыражению отдельно взятого индивидуума, который считает себя блогером. Здесь мы говорим о том, что Ютуб это не удалит, и Роскомнадзор, я так полагаю, потому что, вы знаете, тема гонения ЛГБТ-комьюнити в Российской Федерации, она гигантская, она просто абсолютно огромная, она глобальная. И под эту вот повестку идет гонение на обыкновенных граждан. Знаете, ходили же слухи, серьезные слухи, что Ютуб будет заблокирован на территории Российской Федерации уже к сентябрю. Уже сейчас идут постоянные хронические блокировки отдельных VPN-сервисов. Они пытаются это восстановить, и они восстанавливают, они ищут вот эти вот лазейки, чтобы россияне могли пользоваться VPN-сервисами. Это все тоже понятно, но я считаю, что это вот крошечный блогер, не играющий никакую роль в общей машине российской пропаганды. Но я считаю, что благодаря и на основании того, что мои, непосредственно лично мои видео, и скорее всего видео каких-то отдельно взятых блогеров, которые не скрывают свою ориентацию, не будут удалены, на основании этого, во защиту семейных ценностей и скрипских норм, Ютуб будет заблокирован. Я думаю, я думаю, я полагаю так, ребят, но видео старинные, там вообще уже сто раз уже прошло, миллион воды протекло под этим мостом. Я считаю, что идет какое-то вот направленное действие на, скорее всего, блокировку Ютуба на территории Российской Федерации. Скорее всего, мои каналы будут внесены, они уже внесены в реестр запрещенных сайтов, и, скорее всего, вы не сможете смотреть мой контент ни на одном из моих каналов, если вы не будете смотреть это через VPN, да, действительно. То есть идет блокировка. Что в состоянии они сделать, теоретически, да, это заблокировать мой контент на территории отдельно взятого государства, например, Российской Федерации. То есть, скорее всего, вы не сможете смотреть мой контент ни на основном канале, где у меня идут Таро, ни на канале Антона Слайф без VPN сервиса, потому что, скорее всего, он будет контент заблокирован. Конечно, гордость, конечно, звездочка на плече, потому что нас знают, нас смотрят, то есть мы не просто какие-то маленькие блогеры, там, что-то пытающиеся вещать на ежедневной основе, а нас воспринимают достаточно серьезно, настолько серьезно, что Роскомнадзор на Антошеньку Эс, гражданина Естонской Республики, пытаются там что-то там закрыть, потому что он провоцирует ЛГБТ-ценности. Ребят, я вам гарантирую, быть геем это восхитительно. Это самое лучшее, что есть на этой планете, это быть геем. Быть геем это просто рай на земле, поэтому я призываю, я искренне пропагандирую всех становиться геями-лесбиянками, потому что это действительно восхитительно, нет ничего круче мужской пятой точки в лапе другого мужика, нет ничего круче, чем наливная грудь в объятиях другой женщины, я вам гарантирую, ребят, это моя официальная пропаганда, нет ничего круче, чем быть представителем ЛГБТ-комьюнити в наше время, нет ничего слаще, чем быть геем или лесбиянкой. Живите с этим, дорогой мой Роскомнадзор, привет, Катя Мизулина. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Киркоров тщательно подчистил нашу с ним переписку в ватсапе, но кое-что он все-таки не уследил, кое-что он не углядел, я не буду делать никаких лишних спойлеров, просто оставляю скриншоты. Надеюсь, что каждый человек, который смотрит это видео, умеет читать, и каждый человек сможет сделать свои выводы. Конечно, можно сказать, что это невинная переписка о цветочках, но это нужно быть совсем... А это Панин, дорогие мои. Он, значит, сейчас уже вот три дня, но у меня просто не влезает огромное количество информации в каждый ролик, поэтому новости переносите, 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 но это та долгоиграющая новость, которая может подождать и парочку дней. Значит, Панин сливает. Мы не будем выставлять здесь переписку, потому что это слив персональной информации. Если телега такое терпит, то Ютуб такое не терпит, Панин сливает персональную переписку. Все вы сейчас слышали, да, что Киркоров там что-то там подтер, Киркоров там все стер и оставил что-то там, и вот он что-то пытался здесь доказать. Цитата. Да, такие специфические тусовки просто редкость, а тут мы просто занимаемся этим три дня, и захотелось сегодня в ночи полного беспредела и грязи. Прям прет, как не могу. Ну а при таком раскладе, как без тебя, так пишет ему Киркоров, пишет господину Панину. Сам Панин только что, вы слышали, сказал, да, что я так понимаю, что он был в связях как и с Киркоровым, спал с Киркоровым, так понимаю, он спал и с Кучерой, правильно? Я правильно понимаю вообще, да? То есть, ребят, то, что Киркоров, Филипп Киркоров спит с мужиками, грязно спит. Вот, например, одно из видео, которое мы делали на нашей расследовании, из первых рук пташки, ну и скортники парня слали из постели Филиппа Киркорова. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. То есть Филипп Киркоров не стесняется своих предпочтений. Филипп Киркоров вообще от слова совершенно не скрывает своих пристрастий, не скрывает своего увлечения парнями. Панин сливает все, потому что Панину сейчас на данный момент терять нечего. Сейчас Панин будет сливать всех и вся направо-налево. И на самом деле это здорово иметь такое ржавое ведро, которое течет направо и налево, потому что нужно выводить настоящих патриотов. Тех, которые рвут тельняшку за войну в Украине. Которые рвут тельняшку и становятся грудью на защиту людей-безумцев, сидящих в Кремле. Ну, ребята, нужно понимать, как ситуация выглядит, да? То есть если вы еще против геев, вы категорически против ЛГБТ-комьюнити. Российская Федерация, и уже сейчас пошли на зарубежных блогеров. Я зарубежный блогер, ребят. Не имею никакого отношения к России. Я говорю на русском, но русский это не эксклюзивно российский язык, да? На русском это гигантское количество населения на этой планете. То есть вы понимаете, если вы пытаетесь зачистить, огородить российское общество от злого и гнилого влияния ЛГБТ-комьюнити, ну, начинайте с Киркорова, начинайте с Кучеры, начинайте с, я не знаю, как его звать-то, блин, мы только что говорили про него, Сухорукова. Начинайте про Сухорукова. Начинайте с тех, ребят, до которых вы дотянуться можете. Потому что сколько там грязи, столько даже ни ханжа, ни разу Антоша в жизни не видел. Панец молодец, неимоверно подло сливать, конечно, личные переписки. Но, дорогие мои, наша комьюнити тему живет. Наша комьюнити и зиждется на таких вот пташках, которым есть что сказать и которые не стесняются это высказывать в разрез моральным принципам, в разрез каким-то социальным устоям. Да, это подло сливать персональную переписку. А знаете, еще что подло? Быть геем и стоять грудью на защиту Владимира Путина и всей этой кремлевской хормушки. Ну, неужели вот здесь вот или это другое? Нет, это не другое. Если ты выбрал путь лицемерия, с тобой будут бороться, как борется Панин с Сверхоровым путем лицемерия. И что здесь не так? И где Панин не прав? Будем внимательно ждать. Панин, напиши мне. Я человек громкий. Я донесу мысль так, как никто не донесет. И ты это знаешь. И ты знаешь сам, что меня смотрят все, в первую очередь, те, о ком мы говорим, понимаешь? Напишите мне, господин Алексей Панин. Как бы сложно я не воспринимал вас, но я считаю, что в случае с жабой и гадюкой, да, что у нас будет своя жаба, правильно? Или гадюка, как вы себя отождествляете больше? Я с огромным удовольствием с вами посотрудничаю. У меня большие сомнения, как я уже говорил, господин Алексей Панин, к тому, насколько искренне вы в своей поддержке Украины. У меня большие вопросы к вашему маханию флагом на территории Крыма, оккупированного Крыма. Но, если вам есть что сказать, давайте пообщаемся, потому что, я считаю, а что, люди мы беспринципные, у нас интересная тема, и мы можем донести мысль так, как не может донести ее никто. Жду пташек, в принципе, отовсюду. Давайте пообщаемся в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение. О, вы только послушайте, ребят, сейчас. Это у нас Юрий Лоза заявил, что Земля плоская, а Юлия Пересиль и Юрий Гагарин не летали в космос. Ребят, слушаем. Давно придерживаюсь версии плоской Земли. Полностью убежден, что та версия, которую нам представляют сейчас о шаробранной Земле, она неверна. Вот если бы вам, как Юлия Пересильд, которая летала в космос, ну, все-таки она летала, но мы видели. Я уж не знаю, как вы к этому относитесь. Или не летала. Или не летала. Или не летала. Или вам сняли это. Вы посмотрите, дело в том, что никто же не отрицает, что Гагаринская «Поехали» или Королевская «Даю старт», снятый потом в студии. Это даже не отрицается вообще никем и никак. Так поэтому, ребят, подождите секундочку. Так было это или не было? Мы можем судить только по тем кадрам, которые нам показывают. Кто не знает, Лоза, он сошел с ума достаточно давно. Он искренне верит в теорию всемирного заговора. Я напомню, по словам российского кинематографа, в 2021 году состоялось важное событие для российского кинематографа. Россия стала первой в мире страной, которая отправила в Международную космическую станцию режиссера и актрису для съемок фильма «Вызов». Юлия Пересильд и Клим Шипенко вместе с другими членами этой самой команды прибыли на МКС. 12 дней они там снимали что-то. Я не верю. Я не верю не в то, что Земля плоская, а я не верю в то, что Пересильд летала туда. Потому что мы обсуждали в то самое время. Ребята, кто не знает на сплетни, но здесь каждый божий день по этой ссылке можете пройти посмотреть, когда шли слухи и сплетни, что весь отснятый материал по какой-то причине был уничтожен. То есть, понимаете, шли слухи такие. То есть, я не знаю, это что? Был какой-то досъем в зеленом павильоне, да? Ну, то есть, вы понимаете, на Хром Икее можно снять сейчас все. И то, как снимают, например, те же Дисней, те же HBO, те же, боже мой, это еще было со времен «Властелина колец», понимаете? Технологии, они настолько ушли вперед, что можно снять все так, что вы и не почувствуете, что это не МКС. И на самом деле, логично было бы снять это на зеленом экране, потому что больше контроля. Кто не знает, я закончил киношколу, режиссер-сценалист, и я знаю, как важно, как критично для съемки такого толка проектов, освещение, правильное предсказываемое окружение, помещение, где вы снимаете. Это все маленькие нюансы, которые дают в итоге нам интересный контент. И очень часто, вместо того, чтобы ехать в реальные горы, лучше и легче, кинематографичнее нужно снять на фоне хромакея, потому что в таком случае вы получите правильную сторителлинг. Вы получите правильно рассказанную, красиво снятую историю, потому что кино не о том, как вы полетели в космос, а о том, как вы рассказали ту или иную историю. Я не верю, что переселит, летала в космос, да? Я бы съездил на край земли, но туда не дают поехать. Все исследования и путешествия запрещены международной конвенции. Не могу туда добраться. Точно так же нам не дают исследовать то пространство под куполом, которое мы называем космосом. Это тоже запретная тема. Так говорится, свисящим своим сквозь свист чердака слышно слова 69-летнего Лозы. Я не хочу сейчас углубляться в тему теории плоской земли. Я хочу в очередной раз поахать и поохать в ужасе от безумцев, которые являются лидерами мнений. Я не знаю, для кого лидер мнений Юрий Лоза. Я не знаю, для какой кучки населения авторитет беззубая Катя Лель. Но это люди, которые зароняют зерна сомнения, которые идут в разрез позиции ученых. Все сто раз доказано. Все сто раз было донесено. Все сто раз было разжевано и положено нам в рот. То есть сидят безумцы и занимаются... Вы знаете, вред. Вред вот подобных вот людей. Этой серии. У вас серьезное заболевание. Вместо того, чтобы идти лечиться у доктора, который вас спасет, скорее всего, какой-то процент хотя бы, возможно, в зависимости от сложности вашего заболевания. Скорее всего, вас этот человек спасет. Здесь же люди говорят, идите к бабке, покупайте лопух, натирайте его испражнениями бешеного козла, и таким образом вы вылечитесь. Это все из этой серии. Я ненавижу теории заговоров. Я считаю, что это коррупция мозга, которая должна контролироваться. Вы знаете, на какой-то момент Ютуб начал супрессировать видео с теориями заговоров. Потому что теории заговоров, это неподтвержденная информация, которая в сухом остатке берет научно доказанные какие-то критерии по тому или иному вопросу, просто выкидывает их в окно и говорит, а вот земля плоская, а мне не дают доехать до края земли, чтобы я мог постучать по куполу, который эту землю окружает. Ребят, безумцы. Безумцы полнейшие. Ну, а переселить я согласен. Не летала она никуда. Здесь, Лоза, я с тобой согласен. Но здесь немножечко о другом речь, да? Еще шесть танцовщиц Лизу обвинили ее в харассменте и в домогательствах. Лиза не так давно опровергла обвинение в этом всем, а также обвинение в издевательствах над своими сотрудниками. Ее обвинили в неподобающем поведении во время совместной работы. Еще несколько ее бывших танцовщиц. Шесть в итоге. Было три, начиналось с трех. Стало шесть. Адвокат Рон Самбрана, занимающийся исками трех танцовщиц, которые первыми обвинили Лизу в издевательствах, сообщил от других девушек, пострадавших от жестокого обращения певицы. Они рассказали юристу, что гастролировали вместе с Лизой, работали над ее шоу Лиза's Watch Out for the Big Girls. По их словам, они столкнулись с преступлениями интимного характера и отказывали плачевать гонорары. Самбрана заявил, что не все претензии заявительниц потенциально подлежат рассмотрению, но еще слишком рано говорить. И сейчас он уже занимается исками, по крайней мере, шести новых девушек, называющих себя жертвами артистки. А у меня сейчас вопрос. А у меня вопрос. А что у нас Лиза, а по факту, по девочкам что ли? Ну, получается так, да? То есть изначально были какие-то теории, на теории заявления, что ее директор Лизо, директор Лизо, под ее, считайте, киванием этой самой гривой, он делал какие-то непристойные шутки интимного характера. Идут какие-то обвинения в интимных домогательствах. Хронически идут вот эти вот обвинения. Я был шокирован, потому что Лиза была адвокат. Она была самым громким рупором представителей бодипозитива, людей с серьезным перевесом в весе. Она была их адвокатом. Кто за таких? Лиза. Лиза знали все. Она на этом сделала себе имя. Как рэпер, она неплохая, да? Как исполнительница. Но много хороших исполнительниц. Она выбрала себе правильную лошадку, на которой можно скакать по горам сегодняшних реалий. И вот, пожалуйста, дорогие мои, сейчас интересная информация. Jay-Z отменил свой фестиваль Филадельфии по техническим причинам. Но все сразу поняли, что эти причины такие, потому что хедлайнером значилась как раз-таки Лиза, которую активно отменяют. Одновременно коллективному иску сейчас, повторюсь, признавилось шесть бывших танцовщиц. Если будет реальная отмена Лизу, если будет действительно какие-то последствия, если будут доказаны интимные домогательства и харассмент на рабочем месте, это будет новость без шуток. Уровня Харви Вайнштейна. То есть, если Харви Вайнштейн, олдфак Голливуда, занимался тем, чем занимались все продюсеры до него со времен Золотого века Голливуда, то здесь же мы говорим не просто о домогательствах, здесь мы говорим не просто о лицемерии, здесь мы говорим о том, что человек, который называл себя адвокатом полных людей, принимайте себя, любите себя, только за свободу, я сильная независимая женщина, как она сказала на SNL, кто не знает, Saturday Night Live, она, помните, было шоу, сегмент, который назывался Please Don't Destroy. Она приходится и говорит, напишите мне песню, пацаны, сидят трое белых пацанов. Она говорит, мы не можем писать. Пишите мне песни, у меня блог авторский. И они начинают какую-то ерунду петь, они говорят, нет. Она говорит прямая цитата, пишите мне anthem of strong and independent woman. Пишите мне гимн сильной и независимой женщины. Она была лицом вот этой вот всей темы. А сейчас мы видим что? Что Лизу уровня Харви Вайнштейна, если не хуже, потому что Вайнштейн никогда не говорил, я буду вашим хорошим папочкой. Он говорил, нагнись и сделай, как папочка хочет. А Лиза говорила, а я буду для вас хорошей мамочкой, потому что я защитница всех сирых и убогих. Отмена будет какая-то гигантская. Ну и, конечно, Victoria's Secret. Наигрались они в diversity, наигрались они в инклюзивность и вернули в рекламные кампании своих легендарных ангелов. Наоми Кэмпбелл, Жизель Бюнхен, Андриану Лиму и Кэнди Свейн Пол. Выглядят они все просто восхитительно. Девчонки на коне. Ребят, девки просто огнища. Также новую коллекцию представила Хайли Бибер и Эмиля Ретаковски. Значит, скоро будет шоу, на котором, по слухам, будут знаменитые модели в перемешку с девочками всех цветов кожи и размеров. И вот мне интересно, как получится такой микс. Это, конечно, все очень интересно. А второе. У меня приготовлен большой материал о стриминговых сервисах, которые увольняют направо и налево, дорогие мои, своих менеджеров по инклюзивности. Я буквально на днях это выложу здесь в сплетниках, потому что это восхитительная тема того, как люди, наигравшись в инклюзивность, наигравшись в diversity, в разнообразие, сейчас начинают горько жалеть, потому что теряют миллиарды долларов. И помните, была отмена Victoria Secrets за то, что они не инклюзивны, за то, что недостаточно разнообразные у них модели и представители, да? Ну что, ребят, у всех был вот такой вот рефлекс от новых компаний Victoria Secrets. Вы просили, Victoria Secrets дала. У вас начинается гагинг рефлекс. Теперь что, возвращаем обратно ангелов, потому что мы все хотим красоты. Мы все хотим красоты. В этом мире столько, блин, трэшанины. Дайте нам хотя бы на обложках, блин, Victoria Secrets немножко красоты, чтобы отвлечься от сегодняшнего окружающего нас безумия. Замучили вы своим diversity? Сейчас скажу. Пускай будет инклюзивно, пускай будет разнообразно. Оставляйте эстетику, не выкидывайте эстетику. Пускай будет чернокожие, пускай будет полный, пускай будет какие хочешь. Вы знаете пример? Идеальный пример. Кэрри Мегле. Его последнее шоу, кого там только нету. И вот такие, и вот такие, и трансгендеры, и топ-модели. Но вместе они объединены настолько восхитительной эстетикой. Ты смотришь, и ты хочешь обнять каждую, и толстую, и худую, и черную, и белую, и желтую. Не важно, потому что это все преподнесено командой пиарщиков Меглер, как взрыв восхитительного. Не нужно делать diversity и инклюзивность равнять уродству и отсутствию эстетики. Моя мысль в этом. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Любители растяжек и волосатых ног, я вас никогда не пойму и понимать не собираюсь. Моя четкая позиция, которую никогда не скрывал и скрывать не буду. Все комментарии открыты. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну и, конечно, каждый божий день на этом канале свежие сплетни и новости. Состояние мы выпускать это все пока еще можем. Благодаря только и исключительно вашим донатам. Кидайте нам донаты, ребят. Ссылка на суперспасибо. И стать спонсором прямо вот эти вот сердечки под видео. Если вы кидаете нам донат через бустим, взамен вы получаете видео поздравление, видео открытку записываю эксклюзивно специально для вас. Наш форум благодарности за ваши донаты. Ну а если мои каналы отключат от Российской Федерации, ребят, дорогие мои сплетники из России, VPN, и все равно увидимся. Спасибо всем, дорогие мои, за вашу любовь и поддержку. Подписывайтесь на все четыре моих YouTube-канала. У нас везде очень интересно. И, конечно, огромное благодарность всем, кто поддерживает нашу замечательную инициативу помощи бездомным животным. Особожаю сплетники за то, что каждый божий день на этом канале вы доказываете всему миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот все сплетни, вот и все новости на сегодня. Не пропустите сегодняшнее видео гадание на основном канале или вчерашний влог на моем четвертом YouTube-канале. Спасибо всем за любовь, спасибо всем, кто находит даже субботний день времечко пообщаться с папочкой сплетников. Я вас обожаю, комьюнити, увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!